Вокруг школы что творится? Куда дети? Упадут, если сломают ноги, кто будет отвечать? Родители учеников этой шенкенской школы устроили августовский митинг-совещание. Не мудрено, ведь территория школы и классы, где через неделю с небольшим должны начаться занятия, сейчас больше напоминают руины. Мы сейчас прошлись просто с родителями по школе, мы ужаснулись, куда наши дети придут 1 сентября. За 10 дней, здесь хоть как вы сутками здесь даже работаете, здесь ничего не сделаете. А дышать они чем будут? Сейчас и так у нас такая экология плохая, и еще детей вот в такую грязь. Родители морально поддержали и педагоги школы. Учителя жалуются, сразу после отпуска приступили к ремонту школы. Работают здесь без выходных и даже перерывов на обед. Мы дергали колючки руками, мы белили собственноручно кабинеты, то есть те кабинеты, в которых не было ремонта, мы белили сами. Мы убирали мусор за строителями, некоторые строители находились в нетрезвом виде, не просили у нас деньги. Вы видите, полный хаос, разруха. Успеем, не успеем, если мы даже успеем, но только силами нас, учителей, если мы будем до ночи работать. Директор школы номер 33 успокоил, мол, помощь учителей – это не местное ноу-хау. В каждой школе страны педагоги в эти дни увлеченно делают ремонт. А несанкционированное родительское собрание здесь расценивается положительно, даже как патриотический акт. Да, я вас понимаю, очень прекрасно понимаю, ваше возмещение. Это правильно, что вы сейчас переживаете за нашу школу. Это правильно, я считаю. Незаконченный ремонт – это еще полбеды, говорят сотрудники местного департамента по ЧАЭС. Ведь проверка противопожарной безопасности показала – учиться в шенкенских школах огнеопасно. По исковым заявлениям спасателей в области закрыты 116 школ и 53 учебных помещения. Закрытие этих школ – крайняя мера. Некоторые из них мы проверили еще в январе. Тогда сделали только предупреждение. За семь месяцев ничего не изменилось. 906 школ надо было совсем закрыть за нарушение, а мы административные штрафы выписали. В таких условиях последнее шенкенское предупреждение вынужден сделать из-за Макима области Сакен Канебеков. Задание было всем до 1 сентября закончить недоработки. А вы причины находите. Ордобасы говорит – я так сделал. Отрар – а я так сделал. Если до 1 сентября школу не будут готовы, Акимат с вами по-другому разговаривать будет. Между тем, только из-за нарушения санитарных норм экономический суд уже вынес решение о закрытии 11 школ области. Исковые заявления в суд о закрытии готовят еще в отношении 37 учебных заведений.